Сегодня по всему Витебску проходит мероприятие, посвященное Международному Дню Защиты Детей. Но на площади Победы самые яркие из них. Ура! Сегодня происходит заключительный этап республиканской акции МЧС «Не оставляйте детей одних». У нас на празднике работают интерактивные площадки, где можно не просто поучаствовать в конкурсах, а получить элементарные навыки безопасного поведения. Здесь вы можете пройти тест. Дети проходят здесь тест с родителями и отвечают на 10 вопросов. Я решила проходить этот тест не одна. У меня появился помощник. Как тебя зовут? Ян. Ян, у нас такой вопрос. Что делать, если загорелось масло на сковородке? Выключаем плиту, накрываем сковородку крышкой или мокрым платят. Мы молодцы! На 5! Как вы думаете, мне в жизни это пригодится? Наверное, да. Тогда я пробую. У нас проводится конкурс на лучший трехколесный велосипед, детскую коляску, либо педальный автомобиль, который оформлен в пожарный автомобиль будущего. У нас пожарный трактор будущего придумали очень быстро, потому что у нас уже был трактор, и решили сделать пожарный трактор будущего. У нас есть пожарный шланг, у нас есть лестница, у нас есть огнетушитель, мигалка, ну и, собственно говоря, немного обтекаемая форма, потому что машина все-таки будущего, чтобы она была скоростная. Если у нас случится какая-то засуха или пожар, мы могли свистнуть, и акулы прискакали и спасли их. А жемчужина, потому что вот это у меня жемчужина, самая жемчужная. А где жемчужине? Место в раковине. И сегодня впервые мы делаем такой конкурс, как гонки в ползунках. Самые маленькие детки, которые еще не умеют ходить, но уже прекрасно ползают, будут соревноваться, так сказать, в забегах. Отпугался немножко, был растерянный. Пришли, по-моему, третьими. Под номер один, но прибыли мы последними. С конца номер один. Как так получилось, почему девочка была быстрее, чем все мальчики? Ну, наверное, все-таки женщины немножечко повносливее, чем мужчины. Следите за новостями на портале городвитебск.бай Редактор субтитров А.Семкин